Если вы выйдете прямо сейчас на улицу своего города, вероятно, вам на глаза обязательно попадется счастливый владелец собаки, например, Лабрадора, Бигля или Йорка. Данные породы очень узнаваемы и популярны среди любителей собак. Однако, существует безмерное множество пород, о которых вы, возможно, впервые сегодня услышите, не говоря уже о встрече вживую. Первую часть данного топа вы сможете найти по подсказке сверху или по ссылке в описании. А в этом видео мы вновь собрали случайную пятерку редких пород собак и уверены, что обязательно вас удивим. Может показаться, что мы только что произнесли ругательство, но на самом деле это невероятно элегантная и гармоничная борзая, которая словно сошла с египетских фресок. Это очень умные и контактные собаки. Они одинаково прекрасные, как охотники, с удовольствием добывают дичь, азартно охотятся. И как компаньоны для семьи. Сложно представить, чтобы эта собака проявила злобу по отношению к человеку. Видимо, за тысячи лет своего существования Патенко и Биценко просто избавилась от любой агрессивной к хозяину наследственности. Однако, нельзя забывать о том, что это борзая. А значит, ей нужно большое количество активности в день, чтобы у нее не появилось деструктивного поведения и депрессии. В общении с любимым хозяином может проявить известную долю упрямства. Но это свойственно практически всем охотничьим собакам. Ведь исторически им приходилось действовать самостоятельно, не опираясь на команды хозяина. На четвертом месте Бойкин спаниель. Собака среднего размера с густой коричневой шерстью. Молодая порода была выведена в Южной Каролине для охоты на водоплавающих птиц и индейок. Они выносливы, неприхотливы, настойчивы и послушны. Легко выискивают и достают подбитую птицу из зарослей, из воды. Собак также часто выбирают в качестве компаньонов и прекрасных собак для семьи. Их можно содержать в квартире, в их породных чертах отсутствует агрессия, они не шумные и очень игривые. А вот тем, кто не любит активные и долгие прогулки, а также тем, кто часто и подолгу отсутствует дома, эта порода не подойдет. Охотничьи способности у Бойкин спаниелей врожденные, поэтому они легко обучаются портировке, выносливы. Любят учиться, хорошо подаются дрессировке. Для успешного воспитания такой собаки необходимо уделять ей внимание. Она любит ласку и похвалу, скучает от однообразия и безделья. На третьем месте Азовак. Он же африканская борзая, редкая и крупная порода кончик. У Азоваков тысячелетиями генетически закладывался инстинкт внимательного сторожа, который внимателен каждому постороннему шороху. Азоваки демонстративно равнодушны даже к хозяевам и крайне редко проявляют малейшую ласку. Собаку придется заинтересовать ради эмоционального отклика. Питомцам нужно много активности, да и в целом чаще всего эту породу заводят для охоты. Также стоит знать, что из всех борзых пород Азовака самая громкая и шумная. Здоровье у Азоваков крепкое, и щенков вырастают надежные и выносливые охотники с практически неуязвимым иммунитетом к большинству инфекций. Однако к нашей зиме они будут крайне неустойчивы, им необходима теплая одежда. Также этим питомцам нужен особенный подход к дрессировке и ранее социализации. На втором месте Пуми. Сформировавшаяся в начале 18 века в Венгрии, Пуми довольно давно неофициально признана национальной гордостью Венгрии и имеет очень высокую популярность у себя на родине. Внешний вид собаки создает вид озорной шаловливой собачки. Но в действительности это серьезная овчарка и рабочая собака, пасущая большие стада овец. Рабочие характеристики делают Пуми отличной сторожевой собакой, охраняющей хозяина, дом и имущество. Пуми имеет чуткий слух и отличный нюх. При подозрительном звуке или запахе не ленится лаять. Пуми – беззаветно преданный хозяин, готовый служить, одновременно пытаясь сохранить чувство независимости. Питомцы любят простор и нуждаются в большом количестве активности. На первом месте Каталбурун. Редкая порода охотничьих собак, выведенная в окрестности к турецкого города Мерсин. Особенностью этих собак является раздвоенная мочка носа. На первый взгляд такой нос может показаться аномалией развития, а на самом деле отличное устройство, способное чутко улавливать тончайший запах. Помимо чуткого обоняния, пёс обладает способностью развивать большую скорость и долго двигаться, не сбиваясь с темпа. Считается, что в охоте на пернат уйди, чем в Турции нет равных. Врожденная территориальность позволяет использовать собак данной породы в качестве сторожей. Они бдительны, недоверчивы и очень чутки. Турецкий поинтер – пёс одного хозяина. Он предан владельцу, отлично подчиняется ему, доброжелательно относится к остальным членам семьи, но в адрес незнакомцев может проявлять агрессию. Смогли ли мы вас удивить? Напишите в комментариях, о какой породе вы услышали впервые. На нашем портале вы можете познакомиться с множеством пород и приобрести щенков только от проверенных лично нами на титулы и документы питомников. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Нам очень важна ваша поддержка, поэтому если видео вам понравилось, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на наш канал. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok